Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Сегодня мы будем тестировать вот такой вот скраб для кожи головы Арису. Я вам расскажу про серию Блонды Кон. Я уже шампунь протестировала, маску уже давно. И также покажу вам джинсы для беременных Фаберлик Кон. Скорее всего, после шампуня у нас скраб применяется, да? Так, способ применения. Перед использованием шампуня нанесите необходимое количество скраба на влажную кожу головы. Массируйте легкими движениями, оставьте на 3-5 минут, затем смойте большим количеством воды перед использованием шампуня. Значит, нам надо с вами смочить волосы, голову, а потом уже воспользоваться шампунем и масочкой. Ну хорошо, попробуем. 77,33 артикула этого скраба. Мне понравилась его консистенция, потому что там мелкие частички, им достаточно удобно будет массажировать кожу головы. Я больше люблю, когда они мелкие. Так, сейчас с вами мочим волосы и приступаем. Я все равно помыла голову волосы с шампунем, потому что, ну как, надо намочить, потом немножко полотенцем подсушить, что я грязные волосы буду подсушивать чистым полотенцем, да? Нет. Поэтому я промыла с шампунем. Вот. И сейчас будем с вами наносить скраб. По проборчикам, да? На кожу головы. Девчонки, я наконец-то доформила самозанятость и получила первую выплату от Фаберлик. Красотка. Так что в ближайшем будущем будет видео, пока у меня это все в памяти свежо, как это сделать, зачем и почему. Вот такой вот скраб. Достаточно такой плотный, кремовый. И здесь есть и белые частички, и такие черненькие. Очень миленькие, видите? Прям миленькие, миленькие. Сейчас будем пробовать. Мне кажется, я сейчас вот так пробором нанесу, а потом мы вместе с вами будем уже скрабировать. Еще несколько дней назад, наконец-то, оформила декрет. Там без нервов не обошлось. Хотела вам снять, но была такая злая. В общем, мы с ребенком были еще каникулы в пятницу. Поехали забирать документы в женскую консультацию. Справки на работу в МФЦ и родовой сертификат. Больничный мне отдали на минуточку во вторник. То есть уже три дня прошло. Мы поехали на работу с дочерью вместе. Это не ближний свет. Если консультация у нас от дома близко, на работу ехать достаточно далеко. Был дождь, тогда у нас еще такая погода. Мы на машине, благ, но тем не менее. Приезжаем на работу, там говорят, больничный ваш не открывается. Я потрясающе. У меня как-то так было с детским больничным, когда я с ребенком брала больничный. Я позвонила в поликлинику. В детскую. Оттуда прям с работы. И они мне что-то там кнопочку нажали, какой-то сами девочки в регистратуре. И все, больничный стал открываться. Здесь я тоже позвонила в регистратуру. И мне сказали, к врачу, который вам делал, идите, езжайте. Пусть разбирается, почему не открывается. Я думаю, потрясающе. Через весь город на другой конец опять мы едем к врачу. Я злая. Невозможно. Захожу в кабинет, говорю, вы недооформили мне больничный. А врач не моя, моя врач в отпуске. Вы недооформили мне больничный. Он не открывается на работе. Как недооформила? Я говорю, вот так. Недооформили. Немножко покричала там. Там, правда, девочка у нее была на приеме. Я говорю, давайте в темпе вальса быстро, потому что время уже было после обеда. Я говорю, еще через весь город. Я с ребенком. Беременная на восьмом месяце. За рулем как бы тоже не очень комфортно. И вообще не рекомендуется ездить. Не только на таком сроке. Но и в принципе. Вот. Я говорю, через весь город. Из-за вас тут таскаюсь. Из-за того, что вы там какую-то кнопку одну не нажали. Ну ладно. Она за две минуты все сделала. Свалила все на заведующего. Это она там что-то не подписала, не нажала. Тра-та-та-та-та-та. Я сразу не отходя от кассы оттуда, из женской консультации звоню в свой отдел кадров. Говорю, девчонки, открывается теперь пока здесь еще. А то сейчас разнесу тут все в пух и прах. Сказать, да, открывается. Все, поехали обратно на работу. Подписала я заявление там. Потом в отдел кадров передала еще данные там о счете, о своем справку. И они мне сказали, как приказ будет готов, мы позвоним, приедете, подпишите. Еще придется ехать. Короче, не все так просто. Вот это такая вот бумажная волокита, мутотень. Потом поехали в МФЦ. Тоже там по предварительной записи записалась на субботу. В субботу приехали. Отдала справку. Там какие-то губернаторские деньги, да. Вот. И сказали до 20 апреля ждать. Потом можно позвонить будет в соцзащиту, спросить, когда придут деньги. Вот так вот. Девчонки, что касается... Ну, в общем, вы меня поняли, да. Не все в нашей стране так просто. Это вот эта бумажная бюрократия. Это просто какой-то капец. Расход вот этого маленького тюбичка 100 мл, мне кажется, раз на три по-хорошему. Удобно скрабировать кожу головы, потому что частички мелкие. Очень удобно. И есть какой-то и запах ментола, и охлаждающий эффект. То есть холодит прям кожу головы, и холодит так очень здорово. У меня, кстати, вот где-то щетка была для кожи головы с Алиэкспресс. Я ее теперь уже не найду. Вот ей можно было сейчас тоже хорошо промассажировать. Не руками вот так вот жмякать, а щеточкой промассажировать. Было бы здорово. А так классно. То есть вот я, например, скраб от Эфраше для кожи головы не люблю. Хотя многие его любят, потому что там крупные частички, как камни, блин. И ими достать до кожи головы практически нереально. Даже если вот так по пропорам будешь наносить, не знаю, мне не нравится вообще. А вот такие мелкие скрабики очень хорошо, замечательно вообще. Прям все чувствуется эффект. И вся кожа головы сейчас вот так вот холодится, девчонки. Здорово на самом деле. Может быть, у кого есть шелушения какие-то или даже перхоть, этот продукт будет прям актуален. Мне серия Арису. У меня розовая была линейка вся. Шампунь и бальзам очень понравились. После них волосы прям выглядят такими достойными, ухоженными. И еще до сих пор стоит, наверное, на дно применения осталось кувошинг. Такой оранжево-бежевый вот этот. Тоже хороший продукт. В общем-то рука к нему не тянется. Вот он хороший, но рука к нему не тянется. Это мытье головы без шампуня, да. Волосики после тоже очень блестящие. Выглядят хорошо, но не знаю, как-то, видимо, мы не привыкли к такому уходу. Хочется прям скрабировать и скрабировать, потому что классно так охлаждает. Так здорово вообще. Так, ну все, девчонки, я сейчас... Хватит, наверное. Написано оставить, правда, на 3-5 минут. Еще. Мне кажется, мы 3-5 минут уже с вами промассажировали все как следует. Сейчас смою шампунем. Вот этим блондом. Вот сейчас пользуюсь этой серией для волос. И нанесу масочку, так и похожу. Мне очень понравилась вся эта серия. Надо будет потом попробовать взять несмывашку. От шампуня ни голова не зудит, ничего. Все великолепно. 27-10 артикул шампуня и маска 27-12. Оба эти продукты ярко-синего такого цвета очень хорошо вкупе нейтрализуют желтизну. Мне прям понравилось. И красивый такой оттенок даже на моих далеко не светлых волосах получается вообще супер. Мне девочка одна написала в комментариях, я поразилась. Но у вас же говорят, волосы окрашенные. Чего вы хотите добиться этими средствами? Я в смысле. Ну окрашенные, естественно, это серии для окрашенных волос. Она думала, видимо, что это серия для натуральных блондированных волос. То есть для окрашенных она вообще никак не подходит. Ну короче, да. Вот. Она искренне была удивлена, что можно применять и окрашенным волосам. Ну да ладно. Вот. Бывает и такое. Мне очень понравилось. Вот до мытья головы сейчас, да, вы видели мои волосы. Это я уже третий день. Третий день не мыла голову. Хотя я мою через день. Обычно на третий. Это был четвертый, значит, день уже сегодня. А тут я проходила на день дольше. И как вы видели, волосы были чистые, на корнях нежирные, свежие. То есть, ну, мне очень понравился этот уход. Даже если вы тоже не такая блондинка, как я, отнюдь, ухаживающие свойства у этой серии прям вообще великолепные. Все, буду смывать уже хорэ. Промоя волосы, вся измочилась. Нанесла маску девчонке. Кстати, что могу сказать, поаккуратнее блондиночкам надо быть с этим скрабом, потому что там черные частички, они очень плохо вымываются. Они с шампунем вымылись не полностью. После бальзам, после маски будет уже другое дело. Что-то у меня там течет. Вот. И смотрите, девчонки, крышка сломалась сразу. Он не закрывается больше. Все. Не, не закрывается. Все. А, нет, вот, защелкнулся. В общем, крышка так себе. Не очень. А потом похожу какое-то количество времени. Расскажу вам, как влияет на свежесть головы. Вот по всему телу теперь эти крошки, слушайте, от скраба. Хотя смывалась вниз головой. Белые частички темные. Капец. Ну ладно. Если эффект хороший, как бы это все простительно. Это все надо делать по-хорошему в душе, да? Вот. Теперь буду смазочкой с этой ходить. Я хотела на лицо сделать еще маску синюю, голубую. Сейчас утро у нас освежающую. Девчонки мне сказали, что в инструкции написано нанести маску с помощью лопаточки на ладони и распределить маску между ладонями двух рук, да? А мы с вами в видео про затест этих масок мучились, наносили кисточкой, лопаточкой, чем только не наносили. Класс. Она принимает свою форму тоже, как и все эти маски. Там такая гладь лазурная. Мне очень маска понравилась, охлаждает, здорово. Так, ну вот, когда ее берешь, она кусками. Сейчас попробуем растереть, ну, между ладонями, не знаю, между пальцами, может быть, как-то вот так. Ага, ага. Блин, все равно отваливается. Когда в ладонях даже растираешь. Так, по лицу, если растирать, я все равно. Нет, нет, да? Кусочки какие-то отваливаются. Но руками более-менее, более-менее. Руками более-менее, вот так повозюкать, 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 чтобы эти кусочки в кашу превратились, да? И потом уже наносить на кожу. Хотя это тоже, как бы, вот вы мне пишите, маска для того, чтобы из баночки, вернее, лопаточка для того, чтобы из баночки набирать маску. Это как бы гигиенично, это все понятно. А наносить потом уже с руки, руками, либо кисточкой, там, кто как хочет. Нет, а перед нанесением на лицо разминать маску в руках, это гигиенично? Мне кажется, тоже как-то не айс. Но я не запариваюсь над этими моментами. Это моя маска, это мой крем, да? И если я хочу набирать не лопаточкой, а руками, значит, я так хочу. Мне кажется, вот таких вот строгих правил нужно придерживаться только тем, у кого прям какие-то серьезные проблемы с кожей, у кого она очень чувствительная и склонна к высыпаниям, если чуть что не то. Вот тогда можно задуматься еще. А так я не вижу в этом ничего страшного. Все, нанесла. Нанесла, буду ходить, смывать. По скрабику вам расскажу потом свои ощущения попозже. И в обзоре каталог обязательно продублирую, как после него дольше, голова остается свежей или нет. Ну все, и попозже покажу вам джинсы Фаберлик. Девчонки, показываю вам джинсы. Я даже не знала, на самом деле, что в Фаберлик есть джинсы для беременных, но оказывается, они есть. Да? Вот как они выглядят. Здесь карманы, они настоящие. Джинса очень классная, с потертостями, то есть достаточно стильненько все, супер. И смотрите, какой животик. Они у меня такие слегка мятые, потому что я их уже лежат по стирной не ношу. Мне уже в них неудобно. Сейчас все расскажу, почему и зачем, и для чего. Здесь такая приятная, очень мягкая ткань по животику, да? И резинка. Резинка, вот она регулируется, да? Пуговичка здесь была, которая отвалилась у меня в первый день, я ее потеряла, пришивать не стала, завязала вот так-то узелок, короче говоря, девчонки, и доносила их. Не очень долго я... Ну, хотя-то никак, не то, чтобы недолго. Месяца три я их, в принципе, проносила. К седьмому, к шестому месяцу уже стало неудобно. Для живота место есть, все нормально. Здесь проблема о самих джинсах. Так, у меня 56 размер, и они, девчонки, по длине обтягивают ногу. То есть, они не такие, вот как у меня комбез. Я еще сделаю отдельный ролик по одежде для беременных, что удобнее, чтобы вот... Потому что одежда для беременных, это не дешевое удовольствие, да? И хочется, чтобы было удобно, что хочется, чтобы было комфортно. Купить какие-то вещи, да, которые потом послужат... На мой рост, метр шестьдесят девять, я их подворачивала с маленьким каблуком, в зимние обуви еще ходила, я их подворачивала, они мне были длинные, видите? Качество джинсы, девчонки, все отлично. Вот такая потертость, да, здесь есть. Вот, вот такая. И они обтягивают голень. Они в обтяжку. Внизу, в самом низу, да, чуть-чуть как бы клеш, а так по всей длине мне вот они в обтяжку. На мой до беременной 52 размер, да, хотя я не поправилась во время беременности, у меня вырос только живот, ноги у меня как были, так и остались, я вес не набираю. Вот, получается, даже на 52, вот они мне вот по ноге, они мне везде в обтяжку. Это неудобно. И еще один момент. Неудобно то, что сползает, все равно сползает, не фиксируется, поэтому комбинезон, конечно, в этом плане в сто тысяч раз удобней. Вот кто носил беременный комбинезон, те меня поймут. Вот это все, это блажь, это неудобно. Но я их взяла рублей за 900, потому что там была объемная скидка. То есть дешево мне на тот момент уже не одни мои штаны на животике. Ну как, они мне все в самый раз. Но давят, не надо, чтобы давила, да, поэтому брала. Вот эта вот часть, она прям под грудь. Я вам сейчас покажу, одену и все покажу как бы. Сейчас сзади, как они выглядят. Вам покажу. Здесь тоже потертости. То есть они довольно стильные. Они довольно стильные, но по мне... О, свет как изменился. Ничего себе. Свет сам по себе. Вот, нет. Вот такие они. Темно-синие и с потертостями. Солнышко светится. Смотрите, как цвет меняется. Сзади. Вот так вот все, да. Тут карманчики. Все тоже нормально. Они у меня постоянно сползали. Сползали вниз, потому что, ну, все равно, как ты не затяни вот эту верху резинку, да, все равно они сползают. Они не фиксируются на животе. Я в первую беременность, помню, у меня были брюки для беременных, да. Они не сползали, по-моему. Вот джинсы почему-то эти сползают. Ну, а так они, конечно, меня выручили. Вот на срок, там, от трех месяцев до шести, наверное. После шести уже мне было в них неудобно, совсем некомфортно. Некомфортно и сползали, и неудобно. Можно, конечно, месяцев и до восьми их было бы поносить, да, если бы они были побольше, возможно. А были бы побольше, мне кажется, они вообще бы тогда сползали. В общем, сейчас я их одену и покажу вам, как это все выглядит. Одела. Кстати, нормально. Восьмой месяц. Нормальненько так. Я их носила еще зимой с колготками. Сейчас все покажу. Хотела вам сначала пожаловаться. Но не пожаловаться, а спросить еще советы девчонки. Я про серию DreamTherpio. Ну, во-первых, паста. Я еще в обзоре каталога, конечно, эту всю информацию продублирую. Расскажу вам свои отзывы. Во-первых, паста на четвертый день вызвала чувствительность. Я поняла, что ни с одной пастой я в Фаберлик, по ходу дела, не подружусь. Любая паста из Фаберлик у меня вызывает повышенную чувствительность. Я не знаю, что они туда добавляют, девчонки. Я только на ночь ей пользовалась один раз с утра. Где-то на четвертый день на некоторых зубках у меня повысилась чувствительность. У меня нет одной пасты больше такого. Не бывает, я пользуюсь колгейт, я пользуюсь плат. Нет. Так что снова эта паста идет на слаймы или в мусорку. Или, может быть, муж допользуется. Что касается крема. Молочко для тела я применила один раз. Первый день, когда мы с вами тестировали. Кремом каждый день вечером перед сном пользуюсь. И где-то тоже, но не на четвертый день, день на второй. Я просто сплю. Я не могу проснуться. Я не хочу ничего делать. Я несколько раз за день прикладываюсь спать. Может быть, в моем положении это и нормально. Может быть, что-то совпало. Может быть, вот магнитные бури какие-то. Погода меняется. Тоже у нас непонятная какая-то. Вроде и тепло, и не тепло. Какой-то ветер ледяной. То солнце, то дождь, то туда, то сюда. Но у меня такого не было. Даже в момент токсикоза до 20 недель. Мне все время хотелось спать, но не так. Я с утра могу приложиться, днем могу приложиться, вечером приложиться и на ночь. То есть практически постоянно сплю. Никаких дел, ничего делать, неохота. Это просто какой-то капец. Поговорила со знакомой девочкой, фармацевтом. Она говорит, я как-то таблетки с мелатонином себе покупала. Вообще, с утра от них раскачаться не могла весь день, как сонная муха. Но это не таблетки, это крем. Не знаю, какая здесь концентрация мелатонина. И может быть, так совпало, или может быть, так вот именно во время беременности он влияет. Но я вчера его исключила. Все, на ночь пользовалась другим кремом. И сегодня с утра уже более-менее. Все, я не прикладывалась. Уже почти. Ну, уже 12-й час. Ребенка отправила в школу, и я не прикладывалась спать. Как бы все нормально. И бодрость какая-то есть, и дела делаю. Я не знаю. Напишите, пожалуйста, девчонки, кто беременный, не беременный. Без разницы. Вот этой серии пользуются. Вот это кремом или ночной маской. Напишите, пожалуйста, не было ли у вас такого эффекта. Кто уже пользуется, ну, хотя бы недельку. Потому что мне очень интересно. Я сейчас пока делаю паузу, им пользоваться не буду. Посмотрю, как будет себя чувствовать. Потом, возможно, возобновлю, опять протестирую. Но мне не хочется. Я только пришла в себя от токсикоза, только начала делать какие-то дела. Сейчас их очень много, надо все купить перед беременностью и так далее. Перед родами, точнее. Я ничего не могу делать. Я никакая просто. Я не могу себя заставить раскачаться. Вот сегодня, только вчера не пользовалась, более-менее первый день. Вот такое у меня сложилось, девчонки, впечатление. Теперь про джинсы. Я их носила на шерстяные колготки, фаберликовские зимой. И сейчас поближе вас поставлю. Сейчас без колготок, слава богу. Смотрите. Нет, неудобно. Вам так не видно, мне кажется. Давайте вот так сделаем. Вот так. Так, смотрите, вот животик. Вот он докуда? До груди, до бюстгальтера прям. Вот он животик. Как бы здесь все комфортно. Все комфортно. Вот кармашки. Да? Видите, они в обтяжку. Но вот сейчас я их отдела, ненормально. То есть тут места для живота тут прям достаточно. Его много. Он влезет и до самых родов, мне кажется. Вот как сзади. Да? Видите, они в обтяжку. Вот так, когда оденешь, смотрится вроде нормально. Ничего, да? Все хорошо. Здесь потертости, как бы все нормально. Но когда ты ходишь, в процессе носки, они начинают сползать вниз. Вот тут начинает сбориться. Но это ладно, длинные кофты носим. Комбинезон начинает здесь сбориться на коленях. И это не очень красиво. Приходится постоянно их вот так наверх подтягивать. Поэтому не очень удобно, я вам хочу сказать. Лучше комбинезона для беременных человечество еще ничего пока не придумала. Так, видите, и голень в обтяжку, и ноги в верхней части. Все в обтяжку. Вот они у меня подвернутые, да? Мой рост. То есть девочкам маленьким, метр шестьдесят, метр шестьдесят пять и меньше вообще. Ну, возможно, придется отрезать. А так, в принципе, все нормально. Джинсы сами по себе нормальные, оттенок красивый у них. Качество джинсы классное. Это стрейч, они тянутся, все хорошо. Но просто сам факт неудобства носки. Не только именно у джинсов и берлик, да? А вообще. Давайте еще вас опущу, чтобы было вам понагляднее прям. Вот. Вот так, девчонки. Вот такие вот джинсики. Кармашки большие, спереди, сзади. Все нормально. Вот так они выглядят. Но они сползают в процессе носки. Может, сейчас, конечно, у меня живот вырос, они не будут так сползать. На спине они вот так. Вот так. Надеюсь, мой отзыв кому-нибудь пригодится. Я вообще не знала, что у Берлик есть джинсы для беременных. Я помню, раньше, года полтора-два назад, было много малышковой одежды распродаж, даже была какая-то классная малышковая. Было много одежды для беременных. Сейчас прям совсем с этим плохо, скудно. Очень жалко. Наверное, не пользуется спросом продукция, да? Вот. Этикетку где-то оставила от этих джинсов, специально, чтобы вам показать. Забыла. Я вам вставочку сделаю тогда, как они выглядят на сайте, их артикулы и так далее. Так, по качеству очень классные джинсы. Они, по-моему, 3 с чем-то, или по 3 тысячи стоят. По качеству классные, все прекрасно, все замечательно. Но комбинезон удобнее. Удобнее носить, гораздо удобнее, девчонки. Ну, на этом все, мои хорошие. Видео буду заканчивать. Если оно вам было интересно и полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую, всем весеннего настроения. Жду от вас обязательно обратной связи про мелатониновую серию. Всех люблю, целую, всем пока-пока.